В прошлый раз мы обсудили, что в 1926 году, где-то в его конце, ближе к концу появилась уже такая объединенная формулировка квантовой механики, которая в равной степени является прямым продолжением матричной и волновой механики. То есть матричная и волновая механика – это просто некие частные случаи одной и той же схемы, которую Дерак называл теорией преобразований, эквивалентную схему также разработал Йордан. Ага, так, это ломится. Сейчас пустим. Так, ну, значит, сначала я немножко продолжу, чтобы не пропустить как-то этот момент про дальнейшее развитие этой объединенной схемы. Дальнейшее развитие, оно в основном математическое. То есть физики, включая Дерака, например, они, в общем-то, не придавали большого значения математической строгости, ну и правильно делали, это не их забота. Дальше, когда вот появилась уже такая единая формулировка квантовой механики, и заинтересовались математики, ну, в первую очередь, скажем, Гильберт. Это довольно естественно, потому что, на самом деле, естественно, математическим языком квантовой механики является функциональный анализ, ну, в частности, Гильбертово пространство. Гильберт весьма заинтересовался, ну, он долгое время интересовался различными вопросами физики, включая там общую теорию относительности, вот квантовую теорию тоже. И ему как-то особенно понравилась как раз формулировка Йордана, которая была основана на наборе аксиом, некое аксиоматическое построение, были аксиомы для амплитуд вероятностей. Ну, вот Гильберт ее развил, и совместно они этим занимались, Гильберт, фон Нейман, и кто там еще с ними был, еще Нордхайм, бывший студент Борна. И вот зимой 26-27 года Гильберт прочитал в Гюттингене курс лекций по математическим основам квантовой механики, где и обобщил все, и по возможности привел к более-менее строгой математической форме, но полностью строгой эта форма не была, потому что Гильбертово пространство, то есть пространство квадратично интегрируемых функций, это вполне хороший и правильный, и естественный, более того, математический аппарат для задач с дискретным спектром. Там волновые функции действительно квадратично интегрируемы обязательно, то есть там все можно красиво написать на языке Гильбертово пространство. Но вот задача с непрерывным спектром, для них, во-первых, нужны какие-то другие более широкие пространства функции, в том числе не квадратично интегрируемых, как, например, волна Дебройля, которая просто имеет постоянную амплитуду во всем пространстве. Ну и во-вторых, чтобы нормально работать с задачами, в которых есть непрерывный спектр, ну вот Дерак предложил дельта-функцию, не он первый был, там были у него некие предшественники, Хевисайт, например, еще там в XIX веке тоже фактически использовал дельта-функцию, но Дерак ее начал использовать уже так систематически. И вот дельта-функция, производная дельта-функции, они никак не укладывались в математику того времени. Прошло еще немало лет, прежде чем математики наконец поняли, что же физики им говорили, и сформулировали это на том языке, который их удовлетворяет. Ну а вот в этих лекциях Гильберта и его соавтора, которые они потом издали в виде книжки, не была полностью и математически строго сформулирована какая-то единая математическая схема. Эта книжка, в общем, надо сказать, на самом деле никакой популярностью особой не пользовалась. То, что она была для физиков, она была слишком математической, для математиков она была слишком нестрогой, в общем, ни то ни сё. А, да, кстати, уж если речь зашла о книжке, я еще один эпизод вспомню замечательный. Значит, ну там, точную дату я не помню, но в какой-то момент Борн и Йордан вдвоем написали книжку под названием «Элементарная квантовая механика». Элементарная она была названа в честь того, что там не использовался мат-анализ, использовалась только алгебра. То есть это была книжка, излагающая матричную механику. И там вот с использованием чисто алгебраических методов, формально вполне элементарных, решалось заметное количество разных квантово-механических задач. Это было уже после того, как Шрёдингер сформулировал свое уравнение, и когда люди поняли, что использовать волновые функции уравнения Шрёдингера в общем-то в очень многих случаях, не абсолютно во всех, но в большинстве, пожалуй, удобнее. Ну а вот Паули, как всегда, очень критически относившийся ко всему на свете, что другие опубликовали, опубликовал рецензию на эту книжку, где долго ее ругал, доказывал, что в большинстве случаев гораздо проще то же самое можно получить из уравнения Шрёдингера, и после всей этой длинной ругани в рецензии написал заключительную фразу. В заключении отметим и достоинства книги. Печать и бумага в ней прекрасные. Других достоинств он, видимо, там не нашел. Ну ладно, так вот, значит, книга Гильберта, она, в общем-то, как-то особой популярностью не пользовалась ни у физиков, ни у математиков. Потом Фон Нейман написал заметно более известную книгу, но это уже заметно позже, это 1932 год. Он стремился, конечно же, навести математическую строгость, а математические начала квантовой механики. Книжка очень широко известная. Но он стремился навести строгость, а поэтому он стремился полностью изгнать дельта-функции. Ему это удалось некоторой ценой. То есть он использовал интегралы стильтиса. Есть такое обобщение классического понятия интеграла, когда пишется интеграл f от x, d g от x. Где f от x и g от x – какие-то функции x. Причем функция g от x имеет право быть разрывной, имеет право иметь скачки. То есть любой здравомыслящий физик немедленно бы сказал, что в каждой точке, где у g от x есть скачок, там в этой производной есть дельта-функция. Ну и написал бы это как интеграл в тех местах, где эти функции непрерывны, плюс там конечная сумма, которая получается, если эти дельта-функции сюда подставить. Но фон Нейман, как математик, такого позволить себе не мог. Он везде старательно использовал вот эти интегралы стильтиса, и все было формально правильно, и при том формально строго. Только просто в наше время читать эту книжку на самом деле очень утомительно, потому что в уме все приходится переводить на язык дельта-функций. Это требует дополнительных усилий. Ну, кроме наведения математической строгости, он там ввел, например, матрицу плотности. Матрицу плотности там, в общем, более-менее независимо вводили несколько человек, включая Ландау, в том числе, тоже претендует на приоритет. Но на самом деле у фон Неймана она все-таки в более общем случае введена. Ее свойства исследованы. Матрица плотности понятия, несомненно, очень полезная. Тут я, опять же, просто к слову приходится, но расскажу очень забавную историю, которую про фон Неймана рассказывают. Она несколько преувеличена, но в разумных литературных пределах, скажем так. Значит, фон Нейман был очень известным математиком, который действительно внес большой вклад в самые разные области чистой и прикладной математики. Но вот жил он с семьей в Принстоне, в Америке. И в какой-то момент он и его семья собирались переехать в другой дом, в новый, там, более, больше или что-то в этом роде, в каком-то отношении лучшее. Ну, значит, его жена совершенно точно знала, что никакой пользы от Джона фон Неймана в процессе переезда явно не будет. Поэтому она его отправила с утра, как обычно, на работу и отдала ему листок, на котором был написан адрес нового дома. А фон Нейман пошел в университет на работу, ему пришла в голову какая-то гениальная мысль. Он стал искать листок бумаги, где бы написать эту мысль, нашел этот листок с адресом, записал на нем мысль. Через некоторое время он понял, что эта мысль неверна, и он этот листок с раздражением выбросил. Потом вечером он не знал, куда ему идти домой. Ну, и потом он решил пойти по старому адресу и там попробовать разузнать у соседей, куда же он переехал. Значит, пошел он к своему старому дому, смотрит, там девочка какая-то пегает, он ей говорит, вот тут вот жил профессор фон Нейман, ты не знаешь, случайно, куда он переехал? Она ему отвечает, да, папа. Мама так и думала, что ты не найдешь новый дом, поэтому послала меня сюда. Ну, вот, значит, это кое-что о характере Джонафан Неймана. Что? Ну, это да, это, в общем-то, анекдот. То есть, на самом деле, я где-то читал, что много лет спустя ту самую дочь спрашивали об этой истории, и она сказала, что вот до этого момента все было абсолютно правильно и точно, но он ее узнал. Узнал, что это его дочь, а не какая-то посторонняя девочка. Ну, ладно. Ну, вот, действительно, ну, какое-то уже законченное математическое воплощение квантовая механика, я имею в виду именно квантовую механику, а не квантовую теорию поля, получила, когда появилось понятие обобщенных функций. И тогда вот дельта-функции и ее производные стали вполне допустимыми для математиков понятиями. Обобщенные функции ввел Соболев в 1936 году, и потом в целой серии работ еще Лоран Шварц, который их называл распределениями. Ну, распределение, в общем, тоже достаточно логичное название для таких вещей. А это начиная где-то с 1950 года и дальше. Лоран Шварц, в частности, развел подробную математически строгую теорию Фрие-преобразования, обобщенной функцией, которая как раз нужна в квантовой механике для перехода между координатным и импульсным представлением. То есть, вот уже с этого времени можно сказать, что действительно такой адекватный, строгий математический язык для квантовой механики уже найден. И это есть функциональный анализ, и в частности, та его часть, которая ведает обобщенными функциями. И вот, в частности, Фрие-преобразование обобщенных функций и все такое прочее. То есть, у Лорана Шварца там были какие-то другие пространства, не Гельбертова, а какие-то... Я уж не знаю, я на самом деле очень давно все это читал, давно забыл все эти строгости и детали. Ну ладно. Это было некое ответвление, так сказать, покасательное, что же в дальнейшем произошло вот с этой теорией преобразований Дерака, а также Юрдана. А сейчас я собираюсь вернуться опять же в 1926 год и обсудить, как развивались дальше обсуждения и прояснения интерпретации, физической интерпретации квантовой механики. Ну вот как мы уже тут обсуждали, когда, скажем, Шрёдингер со своей чисто классической, чисто непрерывной интерпретацией волновой функции приезжал к Бору, они так и не смогли договориться. Бор, в общем-то, вполне обоснованно возражал, что такая интерпретация уж точно не проходит, но какой-то своей последовательной интерпретации он тогда еще не предлагал, у него ее тогда, собственно говоря, не было. Он очень интенсивно думал на тему вот как правильно, то есть уже тогда все понимали, Бор лучше многих других, что математическая схема квантовой механики фактически завершена, она уже содержит все, что надо. Но вот правильная интерпретация этой математической схемы, физическая интерпретация еще не найдена. И когда это было летом, наверное, 26-го года, в Копенгаген приехал Хайзенберг в роли ассистента Бора, потому что предыдущий его ассистент это был Крамерс, он получил профессуру в Голландии и уехал, ну и Бор пригласил Хайзенберга к себе на какое-то заметное время работать ассистентом и его помощником по Институту теоретической физики. И Хайзенберг как раз вот летом, осенью 26-го года активно размышлял на тему, что бы весь этот математический аппарат мог значить, то есть по математическому аппарату квантовой механики в любой его форме, хоть в матричной, хоть в волновой, хоть в объединяющей их, в дираковской, скажем, такая вещь, как траектория микрообъекта не имеет смысла, она просто не определена. С другой стороны, траектории просто видно в камере Вильсона, как вот эти самые туманные цепочки, поэтому в какой-то степени траектория должна иметь смысл. Вот, в общем-то, это может показаться странным, но Хайзенберг и Бор очень долго ломали голову над тем, как совместить эти два, так сказать, взгляда. То, что траектории вообще не бывает, потому что это понятие не существует в квантовой механике, то, что траектории вот можно видеть. То, что эта траектория, ну, скажем так, очень приближенная, что она не требует абсолютно точного знания, там, координат и импульс, координаты импульса этой частицы. Это как-то им довольно долго в голову не приходило, что вот такое, какое-то грубо приближенное понятие траектории, тем не менее, ввести можно. Значит, вот осенью и зимой 26-27 года они, Хайзенберг и Бор очень активно обсуждали вопросы интерпретации, причем Хайзенберг как раз, ну, отчасти по причинам, так сказать, личным, активно защищал, ну, ту сторону описания, скажем, электрона, что это именно частица, и сторону, связанную с дискретностью, с дискретными квантовыми скачками, то есть ровно противоположно вещи там тем, что подчеркивал Шрёдингер. Бор, однако, в это время как раз уже склонялся к мысли, что корпускулярную и волновую интерпретацию надо использовать обе, что ни одна из них не полна без другой. Более как-то конкретно он это сформулирует позже, в это время эти его мысли еще не нашли какого-то четкого выражения, и поэтому, в общем, все эти их длительные, очень длительные, продолжавшиеся много месяцев обсуждения, ни к каким особенно заметным продвижениям не приводили, в результате чего... А, ну да, и было еще одно, скажем так, психологическое отличие. Хайземер больше доверял математике. Он говорил, ну, считал, что если есть математический метод, то надо сначала посчитать задачу, а потом думать, чтобы этот ответ, собственно говоря, значил. Бор на такой подход никогда не... То есть он говорил, математика умнее нас, она знает. Бор с таким утверждением заведомо не соглашался. Он считал, что нужно сначала выяснить качественно все вопросы, связанные с физической интерпретацией этой нашей задачи, а потом уже приниматься за ее решение. Ну вот, в конце концов, они как бы оба очень устали от всех этих бесплодных дискуссий, и зимой 27-го года, в феврале, в середине февраля, Бор уехал в Норвегию кататься на лыжах на 4 недели. Очень ему хотелось отдохнуть. Хейзенберг как раз именно в это время как раз и получил заметное продвижение во всех этих ранее бесплодных размышлениях. Он еще вспомнил свои давние дискуссии с Эйнштейном, когда Хейзенберг Эйнштейну доказывал, что создание квантовой механики проводилось фактически по той же схеме, что создание теории относительности. Он говорил так, что Эйнштейн понял, что одновременность событий, находящихся в разных пространственных точках, есть вещь ненаблюдаемая, отбросил ненаблюдаемые вещи, а для объяснения наблюдаемых вещей построил теорию относительности. На что Эйнштейн как раз возражал. Он, во-первых, говорил, что хорошую шутку нельзя проводить дважды, а во-вторых, говорил, что как раз наоборот теория определяет, что на эксперименте можно измерить, а что нельзя, потому что пока теории нет, то просто невозможно сказать, что же в принципе доступно измерению. Ну а вот, значит, вспомнив все эти обсуждения, подумав насчет трека в Вельсиновской камере, что на самом деле достаточно очень грубого знания и координат, и импульсов, причем одновременно и того, и другого, чтобы провести вот эту приближенную линию, по которой летит заряженная частица в Вельсиновской камере. Он как раз стал размышлять. Это было вот где-то в феврале после отъезда Бора. То есть тогда на основе теории преобразования Дерака, которую мы в прошлый раз обсудили довольно подробно, было уже всем понятно, что если у частицы есть точно определенный импульс, то волновая функция есть волна Дебройля, поэтому ее координата не определена абсолютно. Эта частица может быть в любой точке с равной вероятностью. И наоборот, если координата точно определена, то тогда в Си функция есть дельта функция, и тогда импульс может быть абсолютно любым, абсолютно произвольным. Ну вот Хейзенберг и подумал, как-то эта идея раньше ни ему, ни другим не приходила в голову, что, наверное, может быть в квантовой механике известна и координата, и импульс, но не абсолютно точно, а с какими-то ошибками. И эти ошибки, ну вот они как-то друг с другом должны быть связаны, так что если одна ошибка стремится к нулю, то другая стремится к бесконечности. Ну и тогда, значит, Хейзенберг стал обдумывать вот знаменитый свой мысленный эксперимент с гамма-лучевым микроскопом. Допустим, мы хотим очень точно померить координату электрона. Ну, координату какого-нибудь маленького объекта можно измерить, наблюдая его в микроскоп. Но при этом мы в самом лучшем случае получим точность определения координаты порядка длины волны того света, который мы используем вот в этом микроскопе. Значит, чтобы получить как можно меньшую ошибку координаты, надо использовать гамма-лучевой микроскоп. Но эксперимент мысленный, поэтому сделать гамма-лучевой микроскоп мысленный дело вполне простое, в отличие от того, чтобы сделать его реально. А наоборот, что нужно делать, если мы хотим по возможности точнее измерить импульс частицы, того же электрона, например? Тогда нужна совершенно противоположная экспериментальная процедура. То есть импульс можно измерить. Ну, допустим, мы выключили все силы, действующие на электрон, он куда-то там далеко достаточно отлетел, и уже летит с постоянным импульсом. А мы хотим его измерить. Можно его освещать светом, свет будет на нем рассеиваться, и мы можем наблюдать эффект Доплера. По эффекту Доплера определить скорость электрона, ну, или что-то же самое, импульс. Но чтобы определить импульс по возможности точнее, нужен, наоборот, свет с как можно более маленькой частотой и, соответственно, маленьким импульсом, чтобы он не менял импульс этого электрона. То есть для точного измерения координаты нужен свет с очень маленькой длиной волны, а для точного измерения импульса с очень большой. Ну, тогда, например, если мы измеряем координату, скажем, электрона в атоме, хотим построить, увидеть траекторию, по какой же траектории электрон летает вокруг ядра, то мы используем свет с маленькой длиной волны, соответственно, кванты этого света несут большую энергию и большой импульс, и поэтому координату там и измерим, но импульс зато сильно изменится. То есть это как раз в каком-то смысле начало длительных последующих дискуссий о том, что при измерении характеристик микроскопического объекта макроскопическим прибором, этот макроскопический прибор всегда влияет на этот объект и как-то на него воздействует, меняет, в частности, его импульс. Поэтому, если мы захотим, например, измерить координату электрона в атоме водорода, когда он находится в основном состоянии, с точностью лучше, чем Боровский радиус, ради бога, можно это измерить, нужно взять достаточно коротковолновый свет, ну, гамма-лучи, скажем так, но тогда этот самый квант света просто выбьет этот электрон из атома и состояние тем самым он разрушит. Но координату мы узнаем. Если мы возьмем очень много атомов в основном состоянии и над каждым из них будем проводить такое измерение по очереди, мы получим распределение вероятностей, которое дается квадратам модуля Шеренгеровской волновой функции. Так что это распределение вероятности, в общем-то, есть вещь наблюдаемая. Но никакую траекторию электрона в атоме мы так, разумеется, не увидим. То есть первое же измерение полностью разрушает то состояние, в котором этот электрон там находился. С другой стороны, если мы в действительности имеем электрон на каком-то очень высоко возбужденном уровне с квантовым числом, с очень большим, много большим, единицей, то тогда можно добиться компромисса. Можно измерять координату этого электрона много раз с точностью, ну, заметно меньшей, чем радиус этой далеко удаленной от ядра орбиты, и при этом не слишком сильно менять его импульс и увидеть нечто вроде траектории. Эта траектория вот в пределе больших квантовых чисел будет, ну, так как положено, там, эллипсом. То есть переход к классической механике вполне при этом тоже возможно. Ну, вот, значит... При этом предполагается, что измерение электронной высокой орбиты тоже идет к гамму-квантами или как? И тут уже можно взять лучшую частоту, потому что он все равно... Так, предполагается, что... Так, значит, вопрос в том, как производится измерение координаты. Ну, конечно, гамму-квантами, никак иначе. Но надо выбрать правильную энергию этих гамма-квантов, чтобы она не... С одной стороны, чтобы длина волны была достаточно мала, то есть чтобы все-таки увидеть хотя бы приблизительно, где же этот электрон в данный момент времени в атоме находится, а с другой стороны, она не должна быть... Эта энергия не должна быть достаточно велика, тогда рассеяние этого гамма-кванта не будет слишком сильно менять эту орбиту электрона. И при больших квантовых чиселах это возможно, при маленьких это невозможно, эти два требования противоречат друг другу. А при больших можно найти компромисс. Так что мы увидим, хотя и не четко, но увидим какую-то орбиту. Ну ладно, значит, вот все вот эти свои размышления насчет гамма-лучевого микроскопа и того, что можно знать и координату, и импульс, но, впрочем, не абсолютно точно, а с какими-то ошибками, он изложил в длинном письме, которое он послал Пауле, как обычно, на предмет критических замечаний. Это было все еще пока Бор где-то катался на лыжах там в Норвегии. И Пауле, то есть уже в этом письме содержалась основная часть, не все, но большая часть того, что в скорости составят статью Хайсенберга про соотношение неопределенности. Пауле к каким-то достаточно мелким вещам в этом письме придрался, но в целом его реакция была очень положительной, что, в общем, было для него достаточно нетипично, и что сильно обудрило Хайсенберга. Тогда он рассмотрел, наконец-таки, уже не только какой-то мысленный эксперимент, который можно было проанализировать только путем оценок по порядку величины, но и некую строго поставленную математическую задачу, именно он рассмотрел гауссово-волновые пакеты. И для гауссовых-волновых пакетов он получил, что сейчас умеет делать любой студент, это ни чем необычным, так сказать, не является, он получил, что дельта Пу на дельта П равно аж пополам. Для любых гауссовых-волновых пакетов среднеквадратичные отклонения координата и импульса от их средних значений удовлетворяют вот такому вот соотношению. Кстати говоря, никакого доказательства того, что вот такое равенство или неравенство, которое я сейчас напишу чуть позже, справедливо для любых волновых функций, в статистике Хайсенберга не было. Он рассмотрел один конкретный пример, гауссово-волновые пакеты, и он рассмотрел мысленный эксперимент с гамма-лучевым микроскопом. Больше там ничего, в общем-то, и не содержалось. Значит, как раз в это время вернулся из Норвегии Борф. И, ну вот, если так посмотреть совсем внимательно на даты, то, судя по всему, Хайсенберг ему показал эту вот уже написанную готовую статью, которую Бор, видимо, кратко просмотрел, не вдаваясь пока в особые подробности, после чего Хайсенберг ее послал в журнал. А вот как раз несколько позже Бор начал эту статью, уже посланную, но еще не напечатанную, довольно активно критиковать. Как раз по физической части, по части вот этого анализа мысленного эксперимента. То есть, как я уже рассказывал когда-то вам давно, Хайсенберг еще, когда сдавал экзамены, кандидатские, так сказать, экзамены на PHD, он не смог на экзамене ответить на вопрос вина о разрешающей способности микроскопа. И еще каких-то оптических приборов, он там несколько оптических приборов пытался спросить у Хайсенберга, он ни на один вопрос тогда не ответил. Но с тех пор он что-то маленько, конечно, почитал и более-менее разобрался в этом вопросе, но, судя по всему, не полностью. Как следует, он так и не выучил вопрос о разрешающей способности микроскопа, потому что разрешающая способность микроскопа отнюдь не всегда порядка длины волны. Это еще зависит от апертуры микроскопа. Для того, чтобы она была вот такой, порядка лямбда, апертура должна быть большой. Если апертура много меньше единицы, например, то разрешающая способность будет много больше лямбда. Бор как раз сказал, что вот этот анализ здесь неправильный. И на самом деле для того, чтобы после рассеяния этого гамма-кванта на электроне в гамма-лучевом микроскопе неопределенности координаты и импульса действительно у электрона были вот такие вот, недостаточно сказать, что, ну вот мы стукнули электрон, его импульс изменился. Если мы можем, скажем, точно предсказать, как он изменился, то это нам не мешает. Это не есть вклад в ошибку измерения импульса, если это изменение четко определено. Если апертура микроскопа маленькая, то мы довольно точно знаем и начальный, и конечный импульс фотона, и можем просто вычислить, как же изменился этот импульс. Но тогда мы портим точность определения координаты. И в результате получается, то есть Хайзенберг там подчеркивал вот такой корпускулярный аспект, как он и делал все это последнее время, что дельта П в гамма-лучевом микроскопе возникает из-за комптона эффекта. Вот мы стукнули электрон гамма-квантом, импульс изменился, и мы не знаем, как, вот неконтролируемое воздействие измерительного прибора на объект наблюдения. А Борг говорил, что это неправильная интерпретация, что на самом деле именно неопределенность импульса определяется дифракцией этих самых гамма-лучей на апертуре микроскопа. И поэтому для того, чтобы правильно определить именно ошибку измерения, нужно учитывать волновые свойства гамма-кванта. Не только корпускулярные, но и волновые. То есть опять он все упорно подчеркивал, что корпускулярные волновые свойства нужно учитывать, так сказать, равноправно. Идеи другие важны. Ладно. Ну так вот, значит, у Хайзенберга был, собственно говоря, один пример, где было математически что-то проделанное – это гауссово-волновые пакеты. На самом деле в более привычном нам виде неравенства вот такого вот соотношения неопределенностей впервые появилась в книге Вейля «Теория групп и квантовая механика», которая вошла в 1928 году. Была одной из первых книг по квантовой механике, написанной, впрочем, математикам. Но там он действительно приводит доказательства вот такого неравенства уже для совершенно произвольных волновых пакетов, не обязательно гауссовых. Говорит, что гауссовы действительно обеспечивают то, что это неравенство превращается в равенство, в других случаях будет больше. Но эту самую идею, как же это надо доказать, на самом деле ему рассказал Паули. Сказал, что надо использовать для доказательства неравенство, неравенство, которое называют Кашу Буниковского. Как раз западные люди чаще его называют неравенство Шварца почему-то. А с другой стороны, я вообще не понимаю, зачем этому неравенству нужно столько много каких-то умных имен и фамилий, когда на самом деле это неравенство сводится к тому, что модуль косинуса меньше или равен единице. То есть это совершенно тривиальный факт, только в Кельбертовом пространстве. Но это всё равно. Там всё равно модуль косинуса между двумя векторами меньше или равен единице. Значит, в таком правильном виде и с правильным доказательством, но однако же конкретно для координаты и импульса, это соотношение неопределённостей появилось впервые именно в книге Вилли. В следующем году, в 1929, некий, на самом деле, малоизвестный фея, так я совершенно не знаю, чего бы то ни было, что он сделал ещё, наконец-таки получил общее соотношение неопределённостей, как раз в том виде, в котором сейчас в основном мы его и знаем. То есть этот самый Робертсон доказал следующую вещь, что если у нас есть два оператора, которые они коммутируют, то есть коммутатор А с Б, А и Б – это армитовые операторы, значит, коммутатор у них антиармитов, поэтому давайте это напишем в виде И на С. С будет тогда армитовый оператор. Вот пусть будет вот такая штука. Значит, тогда для одновременного измерения значений двух некоммутирующих величин мы имеем соотношение неопределённостей, которые имеют вид дельта А на дельта Б, больше или равно, это опять же неравенство, здесь будет стоять модуль среднего значения величины С, делённый пополам. В частности, если это координата и импульс, то С – это просто константа, равная H. Ну и получается вот эта обычная форма соотношения неопределённостей для координаты и импульса. Так, значит, ну вот, я говорю, к моему удивлению, вот это доказал на самом деле некий Робертсон, про которого больше ничего не известно. Значит, что в это время делал и о чём думал Бор? Он, в общем-то, продолжал размышлять на все те же самые темы об интерпретации квантовой механики, которые он в достаточно нечёткой и предварительной форме высказывал во время этих длительных дискуссий с Хайзенбергом в Копенгагене. Он продолжал об этом же думать, катаясь на лыжах. И когда он оттуда приехал, у него уже более-менее сформулировались идеи, которые стали известны под названием «принцип дополнительности». Кстати, это тоже мелкое отвлечение, но, значит, как можно однозначно отличить физика от философа? Физик всегда говорит «соотношение неопределённостей» на множественном числе, потому что здесь присутствуют две неопределённости. Философ говорит «принцип неопределённости» в единственном числе. То есть, во-первых, назвать это принципом, по-моему, всё-таки неправильно, потому что, вообще говоря, вот как показано в той же книжке Вилле или в статье Робертсона, это вполне, ну, скажем так, элементарная теорема, которая выводится из основных положений квантовой теории. Это не есть, ну вот, принцип – это нечто такое фундаментальное и недоказуемое. А это именно теорема, это не аксиома. Причём очень простая теорема. Ну вот, ладно, так вот, значит, принцип дополнительности – это действительно философский принцип. Бор его применял ко всему на свете. И, в общем-то, честно говоря, он не очень чётко сформулирован. Он никогда не был сформулирован особенно чётко. Значит, в 27-м году была конференция на озере Кома в Италии, на которую съехались крупные физики там со всего мира. И именно там, это было где-то осенью, в сентябре, Бор выступил с докладом, где впервые и представил широкую общественность этот самый принцип дополнительности. Доклад, как всегда, писался очень долго, с огромным количеством исправлений. И, в общем-то, был сформулирован, ну, я бы сказал, достаточно нечётко, достаточно расплывчато. В дальнейшие, в последующие годы Бор несколько уточнял все эти формулировки. Они так это постепенно эволюционировали. Ну, значит, что говорил Бор? Что существуют, скажем, два описания. Описание электрона в виде частицы и в виде волны, которые исключают друг друга, но оба эти описания одинаково необходимы. И для полного понимания нашего объекта нужно использовать их оба. Просто то, что они противоречат друг другу, это как бы несущественно, потому что для наблюдения на эксперименте свойств электрона как частицы и для наблюдения свойств электрона как волны нужны два разных эксперимента. Их невозможно совместить в один единый эксперимент. То есть вот это вот два способа описания, которые являются дополнительными друг к другу. Паули тоже был потом, уже после этого доклада, естественно, большим сторонником принципа дополнительности. Он говорил очень похожие вещи, что два классических понятия, таких как координата и импульс, являются дополнительными, если устройство для измерения одного из них не может быть создано без разрушения устройства для измерения другого. То есть одновременно может существовать только одно из этих двух измерительных устройств. Ну и дальше появилось тоже большое количество последователей всего этого направления, то есть фон Вайдзекер, который был наполовину физиком, наполовину философом, я бы сказал. Потом более поздний ассистент Бора, его помощник Розенфельд, который утверждал, что он марксист и сторонник диалектического материализма, и про которого Паули сказал, что Розенфельд – это квадратный корень из Бора на Троцкого. Ну, значит, что? А, может быть, опять же, сделаю мелкое отвлечение. Это не имеет прямого отношения, собственно, к тому, что я рассказываю, но забавно. Я однажды живьем видел фон Вайдзекера, и даже немножко с ним разговаривал. Значит, история была такая. Я был в Москве на конференции. Конференция в честь там какого-то эндлития Сахарова, уже там в годы перестройки, в 90-е, очевидно. Ну вот, и там организаторы попросили меня и Валерия Кеоргиевича Сербо поехать в аэропорт и встретить фон Вайдзекера, который туда приезжал. Выделили машину, мы поехали в Шереметьево, зашли там в ВИП-зал, в котором я был первый и последний раз в жизни, там все очень красиво, и стали ждать, когда прибудет этот самолет. Написали большой плакат, на котором написали фамилию Вайдзекера, как впоследствии выяснилось, с тремя ошибками. И потом нас как-то в обход всех там этих таможенных и паспортных и прочих контролей подвели прямо к тому месту, где вот эта кишка из самолета, по которой люди из самолета выходят. Вот мы, значит, встали, подняли этот плакат, стоим, ждем. Все прошли, никто к нам не подошел. Ну ладно, тогда мы пошли на обочный выход для простых смертных, где люди выходят вот после контроля паспортного и таможенного. Стоим, ждем, опять же, с этим плакатом подходит такой бодрый старичок к нам, говорит, что вот он и есть фон Вайдзекер, значит, мы сели в машину, поехали в Москву. Ну и тогда Сербо спросил у фон Вайдзекера, ну что, в общем-то, неудивительно, с учетом научных интересов Сербо, про историю приближения Вайдзекера-Вильямса, откуда оно, собственно говоря, взялось. И ответ Вайдзекера мне, в общем-то, очень запомнился. Надо сказать, выдающийся был человек, сейчас он уже умер, при этом скромный. То есть он сказал так, значит, идея принадлежала Вильямсу. В это время все были в институте Бора в Копенгагене, вот был он, там же был Ландау, было еще куча приезжих там каких-то. А потом как-то все разъехались там, и тогда в какой-то момент Бор пришел вот к Вайдзекеру и говорит, вот теперь ты сядешь и запишешь все это в виде статьи. Он сел и записал все это в виде статьи Вайдзекера и Вильямса. Значит, послали. Тогда я сказал, что я читал в книжке про Ферми, что Ферми несколько раньше высказывал ту же самую идею, хотя не в самом общем случае, а для какой-то конкретной задачи. На что Фен Вайдзекер ответил тоже очень спокойно, что он об этом не слышал, но очень вероятно, что так оно и было, потому что Ферми придумывал большинство идей физики своего времени одновременно с другими или несколько раньше. Вот такой вот замечательный человек. Ну ладно. Так вот, значит, тем самым можно сказать, что сформулировалось то, что называется копенгагенская интерпретация квантовой механики. То есть это что такое? Это, я бы сказал, по определению та интерпретация, которой придерживались Бор, Хайзенберг и Паули. Дираку было, честно говоря, наплевать на всякие интерпретации, его интересовало, чтобы математика была красивой. Эйнштейн и Шрёдингер так и не приняли до конца своей жизни эту копенгагенскую интерпретацию. А вот эти три главных представителя, ну и ряд их последователей. Она, в общем-то, всегда отличалась некоторой нечёткостью и по сию пору отличается. Поэтому, скажем, достаточно трудно сказать, кто, чьи взгляды соответствуют полностью копенгагенской интерпретации, чьи нет. Потому что она не вполне чётко сформулирована. Ну вот. Значит, и в каком-то смысле все эти дискуссии об интерпретации пришли к какому-то, ну, я не знаю, заключению, в каком-то смысле именно, на Пятом Сальвеевском конгрессе, который происходил в том же самом 1927 году, в октябре, ну, то есть буквально через месяц после конференции в Италии. Там был целый ряд докладов на том в Сальвеевском конгрессе. Сальвеевский конгресс – это, как всегда, там собирается очень небольшое количество наиболее важных и знаменитых физиков. Строго отобранные, так сказать, люди. Это не большая конференция, где там сотни участников. А там участников было, как обычно, мало. И вот там, значит, Борн и Хайсенберг сделали совместный доклад, в котором они как раз провозгласили, что квантовая механика завершена как в смысле математического аппарата, это вот теория преобразований Дерака, так и в смысле интерпретации. А интерпретация – это вот та-то самая копенгакенская интерпретация, которая стоит на трех китах на принципе дополнительности в соотношениях неопределенности и вероятностной интерпретации Борна. Там же Борн еще раз изложил свои идеи насчет принципа дополнительности общего философского. Там же присутствовал Эйнштейн. И Эйнштейн, как он говорил и тогда, и в разные другие моменты, вот как раз в этом районе по времени, что он относится к квантовой механике восторженно-недоверчиво. Он эту интерпретацию не принял и придумывал всякие разнообразные мысленные эксперименты, опять же, в попытке опровергнуть соотношение неопределенностей. Он их придумал довольно много. И обычная схема состояла в том, что в какой-то день Эйнштейн вставал и излагал очередное опровержение соотношения неопределенностей, после чего Борн думал и на следующее утро говорил, как надо правильно проанализировать этот мысленный эксперимент и что соотношение неопределенностей там выполняется. Эти дискуссии продолжились в каком-то роде даже на следующем Сольвеевском конгрессе 30-го года, через три года. И именно там Эйнштейн предложил, это, пожалуй, наиболее знаменитый эпизод этой дискуссии между Бором и Эйнштейном, там Эйнштейн предложил некий аппарат, я сейчас не помню всех его деталей, но там присутствовал какой-то ящик, в котором находился фотон, его энергию можно было определить взвешиванием, он стоял, так сказать, на пружинных весах. То есть его энергию и до, и после эксперимента можно было измерить с сколь угодно высокой точностью, а потом там в этот аппарате открывался на очень короткое время затвор, который сразу же и закрывался, фотон через этот затвор улетал наружу, и неопределенность времени, когда он улетал оттуда, можно было сделать очень мало, и это просто время выдержки этого затвора. Тем самым он хотел, значит, опровергнуть соотношение неопределенности энергии и времени. Бор, опять же, подумав ночь, на следующий день эту вылазку разоблачил и сказал, что Эйнштейн не учел эффекта общей теории относительности, который состоит в том, что ход часов зависит от положения этих часов в гравитационном поле. Поскольку эта вся конструкция стоит на пруженных весах, и там эту вертикальную координату мы не знаем, она может меняться в каких-то пределах, которые, опять же, даются соотношению неопределенностей, то хоть часов там меняется, и за счет этого неопределенность времени возрастает ровно до того значения, которое предсказывается соотношением неопределенностей. То есть Эйнштейн не учел вследствие своей же собственной теории. Но это была уже какая-то заключительная точка. Больше такие вот конкретные нападки на соотношение неопределенностей со стороны Эйнштейна уже не происходили. И как бы можно считать, что в каком-то вроде в дискуссии победил Бор. Но Эйнштейн с своим поражением отнюдь не смирился. И потом там много позже был уже совершенно другой, не связанный с этим эпизод, связанный с парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена. Но это было много позже. Сейчас мы обсуждать не будем. Кроме того, Эйнштейн где-то там же, на котором-то этом Сальвейском конгрессе возражал, вот каким образом. Тоже очень распространенное возражение против такой традиционной интерпретации квантовой механики. Вот, допустим, у нас, я не знаю, после рассеяния, например, электрон может полететь практически в любую сторону. Ну, то есть волновая функция представляет собой расходящуюся такую сферическую волну. А дальше мы ставим там экранчик какой-нибудь синтилляционный или фото, или какой-нибудь такой, который может достаточно точно зарегистрировать его координаты. И в каждом конкретном вот таком опыте мы обнаруживаем эту вспышку или это пятнышко на фотоэмульсии в каком-то конкретном месте. Что означает? Что волновая функция этого электрона во всех остальных местах, кроме вот этой единственной точки, где он обнаружился в результате измерения, мгновенно обращается в ноль. Что противоречит теории относительности, потому что она обращается в ноль именно мгновенно. Это не есть нечто, что распространяется со скоростью света. Ну, и тогда вот сторонникам квантовой механики пришлось говорить такую вещь, за которую их в Советском Союзе активно ругали с точки зрения материализма, что психфункция – это не есть какое-то физическое поле, вот как электромагнитное поле. Это не есть что-то, что вот должно распространяться со скоростью не больше скорости света. Психфункция вообще описывает ту информацию о состоянии микрообъекта, которое имеется у наблюдателя. Когда наблюдатель получил новую информацию, результат измерения координат этого электрона, информация у него в сознании мгновенно меняется, и поэтому вся волновая функция становится, так сказать, другой во всем пространстве. это не есть некий сигнал, который можно использовать для передачи сообщения со скоростью, превышающей скорость света, или чтобы это не было другое, что противоречит теории относительности. То есть, это вот то, что называется коллапс волновой функции. И то, что я сейчас изложил, в наиболее четком виде, пожалуй, что говорит как раз такие фон Нейман. То есть, вот это, я бы сказал, это интерпретация фон Неймана. Насколько она согласуется с Копенгангельской, я не знаю. То есть, с точки зрения тех людей, которые отвечали Эйнштейну, включая Бора, Хайзенберга, Паулия, общая, так сказать, схема любого эксперимента в квантовой механике такая. Сначала проводится некий начальный акт наблюдения. По его результатам строится волновая функция, которая эти результаты описывает. То есть, например, электрон вылетел вот из этой точки и пошел во все стороны в виде сферической волны, например, как в этом примере. Дальше эта волновая функция эволюционирует вполне детерминированным образом по нестационарному уравнению Шрюдингера, которое мы можем решать. Но что представляет собой эта волновая функция? Это, грубо говоря, каталог вероятностей, результатов последующих возможных измерений. Какое измерение мы выберем, на то наша полная освободка. Какое захотим, такое и выберем. Захотим, координату померяем, захотим, импульс, захотим еще момент импульса вообще можем померить. То есть, что измерять в конечный момент времени этого эксперимента, это вещь, предмет свободного выбора экспериментатора. Но когда уже решился измерить, например, координату и поставил туда сцентиляционный экран, чтобы увидеть вспышку, то дальше вот этот квадрат модуля волновой функции нам скажут, с какой вероятностью он увидит вспышку в каком месте. А дальше после этого измерения опять же волновая функция меняется, она меняется не по уравнению Шрёдингера, она меняется в результате измерения. То есть, это то, что называется коллапс волновой функции. Когда мы увидели эту вспышку в одной точке, мы знаем, что координата вот такая. А все остальные координаты тем самым полностью исключены. Ну ладно, это вот значит некая попытка какими-то словами сформулировать эту самую копенгагенскую интерпретацию, которую, я еще раз говорю, на самом деле очень трудно сформулировать. Так. Ну ладно, давайте мы на сегодня тогда закончим, потому что я говорю, что мне надо бежать в Дом ученых, а следующую тему мы уже начнем в следующий раз, чтобы не... в следующую тему. Спасибо.